что это дырочки пальцы не пролазят может подставка это такая неуклюжая microsoft не томи старого что это за кирпич габен в сотый раз объясняю это xbox чтобы запускать игры меня 10 игры игры от microsoft 10 игры так тебе же есть игры от blizzard точно эй блин а а чё это в стиме игр ваших нету а чё а уже есть класс а чё это на иксбоксе игр ваших нету куда пойти как это вообще работает почему у тебя все есть потому что у габена есть все что ему надо вот это вот кирпич мне не надо бери его и вали туда куда тебя sony послала и поглубже приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы вам расскажем о том что на самом деле задумала компания microsoft ибо задумала она недоброе дело в том что они совсем недавно победили федеральную торговую комиссию сша в суде теперь они могут заключить сделку с activision blizzard и по сути то эта сделка уже близка к завершению компания activision blizzard уже чувствует себя составляющей microsoft компания activision blizzard уже делает все шаги которые им рекомендует фил спенсер глава microsoft гейминг компания activision blizzard уже в шаге от того чтобы влиться в большую семью иксбокс и возглавить я так понимаю все это бобби котик говорит что в принципе там ближайшие полтора месяца уже сделка то может и закрываться закрытие сделки пока перенесли на конец октября поскольку компании microsoft надо еще разобраться с британскими анти монопольщиками разобраться ну да я думаю уже на этот остров выехал кто надо и покажет этим мелко бриташкам как надо делать бизнес и одновременно с этим компания microsoft начала предпринимать очень странные шаги невероятно позитивные но очень странные и я бы даже сказал слегка настораживающее для владельцев xbox поскольку компания microsoft этими шагами доказывает что платформа xbox больше не приоритетная она показывает что на самом-то деле ориентир теперь для них это мобильный бизнес это pc и steam внезапно ну и кроме этого конечно же ее интересует собственный сервис xbox но примерно так же как ее интересует бизнес microsoft на playstation и на nintendo switch ты смотришь за этими шагами такой понимаешь что компания microsoft внезапно наконец-то осознала что xbox это всего-навсего одна из консолей а если ты будешь продавать игры везде то и зарабатывать ты будешь в два в три а может даже в четыре раза больше именно этот бизнес-план очевидно фил спензер предложил сайте надела сайте надела сказал не ну не просто так мы собираемся потратить 70 миллиардов долларов на activision blizzard так что филя давай и филя дал но прежде чем продолжить поговорим о том сколько интересных возможностей предлагает современный мир 22 год стал прорывом сфере нейросетей многие компании всерьез задумываются об их использовании такой ситуации особую ценность приобрели дата сайтисты которые разрабатывают и обучают нейросети и искусственный интеллект российские компании готовы платить таким специалистам в среднем 200 250 тысяч рублей а зарубежные от 10 тысяч долларов это одно из самых многообещающих направлений в айти индустрии самообучение потребует много времени а если вы хотите быстро влиться в мир идти и обучиться необходимым навыкам я советую записаться на курс дата сайте с нуля до про от skill factory который разработан совместно с профессором мгу skill factory дает не просто обучение реальный опыт на курсе ты будешь решать кейсы от реальных заказчиков соберешь портфолио а после придешь к работодателю с уже реальным опытом и навыками на всех этапах обучения тебя будут поддерживать менторы а с помощью карьерного центра ты составишь грамотное резюме и уже через десять месяцев обучения сможешь найти первое место для новой работы на начальной позиции причем если сделать это не получится skill factory вернет деньги что подтверждает договор компании проходите по ссылке в описании или по qr-коду на экране а по промокоду а xbt вы получите скидку в 55 процентов обязательно подавайте заявку весь качественное образование это залог успеха в любой профессии skill factory учит тех кто потом работает первая новость которая меня лично озадачила xbox game по скорб придет на смену xbox life gold известна цена и подробности нового сервиса для понимания что происходит у компании microsoft есть прекрасная подписка геймпас но этот геймпас состоит из разных частей на платформе xbox как вы вероятно знаете мультиплеер платный как и на playstation как на свитч с недавних пор и поэтому компания microsoft продавала доступ к мультиплееру за 10 долларов в месяц при помощи подписки xbox life gold сейчас же компания microsoft решила упразднить сервис xbox life gold и превратить его в xbox геймпас скорб но в подписку life gold входило обязательное условие каждый месяц ты бесплатно получал игры да там было две игры или четыре игры не помню там для каких платформ тем не менее компании microsoft тебе их насыпало а здесь тебе уже не обещают и казалось бы но ведь очень странно называется сервис геймпас геймпас который открывает доступ к мультиплееру как-то странно ну и боссы microsoft задумались такие мне ну ладно давайте сделаем так чтобы в этом сервисе людям было доступно но где-то 25 игр возможно этот список будет расширяться со временем короче 10 долларов в месяц с вас или 60 долларов в год к слову раздачи игр в рамках xbox life gold в последнее время было стыдно назвать даже полным позором а теперь давайте попробуем разобраться но если вы владелец платформы xbox какую же подписку вам покупать виталик если вы владелец платформы xbox и хотите играть в новые части call of duty xbox на релизе во всем их великолепии то есть не только сюжетную кампанию но и мультиплеер вы покупаете xbox геймпас скорб и таким образом получаете просто мультиплеер и какие-то там игрушечки есть еще сервис xbox геймпас просто но в нем нет мультиплеера но в нем есть абсолютно все игры которые доступны в геймпасе то есть оформляя подписку на базовый xbox геймпас вы получаете call of duty новую премиальную но можете играть только в компанию сюжетную но не в мультиплеер соответственно если вы хотите получить доступ и к мультиплеер на составляющей игры которые есть геймпасе соответственно вам придется купить два сервиса как-то это странно выглядит но компания microsoft говорит ребята есть же другой сервис xbox геймпас ultimate куда входит абсолютно все и мультиплеер и все игры из геймпаса и даже игр от electronic arts в рамках подписки я play то есть это выгодное предложение с вас кстати 17 долларов в месяц и казалось бы пользователи xbox могут спокойно выдохнуть но слава богу компания microsoft подумала о нас 17 долларов в месяц мы спокойно будем играть абсолютно во все ха ха с другой стороны на весь этот бардак смотрят пользователи pc которые говорят ребята консольщики вас кажется наёживают в каком смысле это же величайшее предложение все потрясающе смотрите есть еще pc геймпас давайте проверим по списку что входит в pc геймпас ну давайте проверим смотрите мультиплеер на pc ну бесплатный по определению отлично кстати вы до сих пор платите деньги ну вы лохи плюс туда входит вся коллекция игр геймпас плюс pc эксклюзивы потому что далеко не все птичные игры доступны на консоли плюс туда входят ха ха все игры от electronic arts в рамках подписки ей play и все это стоит те же самые 10 долларов в месяц консольщики вы платите чуть ли не в два раза больше за то же самое задумайтесь а думаетесь пока не поздно не ходи на консоль ходи на пк но платный мультиплеер на консолях это пережиток прошлого это понимают все это понимают игроки это естественно понимают платформы держатель почему прошлого если люди позволяют себя доить компании будут дальше сдаить да ну компании выходят и говорят потому что мы можем потому что вы платили платите и будете платить естественно в благородство с нами смысле в благотворительность нами играть никто не собирается поэтому пока компании sony microsoft и нинтендо могут брать деньги за мультиплеер они будут брать деньги за мультиплеер следующая интересная новость с лучшего игрового сайта xbt.games подписывайтесь на нас вк и телеграм ссылочки в описании если хотите быть в курсе того что вообще в геймдеве происходит и так тысячи фанатов вернулись к старым частям call of duty потребовалось одно исправление и здесь новость очень интересная поскольку компания activision blizzard давным-давно забила болт грубо говоря на старые части call of duty на иксбокс на писи то понятно там вот тем были тадагабена тадстим кому это надо там эти читеры еще разбираться но на иксбоксе была классная аудитория речь идет о modern warfare 1 и modern warfare 2 black ops 1 black ops 2 которые были доступны еще на иксбокс 360 кому это надо ребята покупайте новые просто покупайте новые части с call of duty и все и все дополнения там боевые пропуска не смотрите вы в ту сторону как это было вам это не надо но некоторые люди хотят дальше играть в классический мультиплеер call of duty компания activision blizzard нафиг вам это надо система подбора игроков не работало играйте в новое все не забейте там нет никаких игроков играйте в новые части а сейчас внезапно когда осталось уже буквально несколько недель или месяцев до заключения сделки компания activision blizzard чинить систему подбора игроков и теперь все желающие на иксбокс могут нормально играть мультиплеер классических call of duty таким образом как мне кажется call of duty готовят к тому чтобы она была доступна в геймпассе потому что игры которые доступны в геймпассе должны работать функциональность их должна обеспечиваться на сто процентов я думаю что компания microsoft ну когда сделка закроется там вскоре после ее закрытия хочет объявить о том что в геймпассе появились практически все части call of duty начиная с эпохи иксбокс 360 и чтобы это объявление работало естественно игры серии call of duty должны работать я отказываюсь верить в то что современная activision blizzard внезапно решила по своей блин инициативе задуматься о старых частях call of duty я думаю что бобби котик не помнит какую call of duty он выпускал в прошлом году ему надо ковыряться в бумагах это так сказать жест доброй воли да 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 жест добрый котик знает только один жест доброй воли вот такой потому что вертел он все ваши желания на своем маленьком члене да 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 виталик очень озабочен размером члена бобби котика я даже не знаю почему и знать не желаю и прекрасно себя по этому поводу чувствую видел когда-нибудь письку у котика который еще были вызывает в общем идея выкопать из могилы старой части call of duty ни хрена не соответствует политики нынешней активижен blizzard но зато хорошо ложится в политику microsoft которая уделяет определенное подчеркиваю внимание обратной совместимости старых игр на новых консолях также во время суда между microsoft и федеральной торговой комиссии сша мы узнали что попытка активижен продавать call of duty эксклюзивно в battle.net потерпела оглушительный провал это следует из документов microsoft и они приводят следующие данные мол когда call of duty начали издавать battle.net была такая-то там аудитория затерта мы не видели через несколько лет аудитория осталась примерно то же самое то есть не было прогресса в то же время за тот же период аудитория стима выросла в два раза и компании microsoft приводит это как доказательство что нужно обязательно издавать игры в steam что нужно забыть про это ваши мультимагазинное будущее которое так любит epic games но со своим epic game стой сергей галенкин который руководил всем этим процессом мультимагазинное будущее и там твиты были просто потрясающе от этого человека но он грил вот посмотрите на твиче каждая из этих игр в своем лончере это великолепно твою мать каждая из этих игр в своем лончере то есть человек должен блин устанавливать на свой компьютер 100 тысяч лончеров чтобы запускать разные игры кому такое будущее понравится габин велик стим прежде всего так что нет стиме не покупаем и точно также думали люди которые наверное хотели поиграть в call of duty но не хотели устанавливать какой-то там battle net кому нужны эти игры от этой вашей blizzard ну кроме фанатов естественно blizzard потом call of duty modern warfare 2 вышла в стиме call of duty warzone 2 тоже вышла в стиме чувствовать себя они не то чтобы великолепно но достойно и это является прекрасной демонстрацией того что компания activision blizzard многое поняла и вернулась таки в стим точнее вернулась сначала активижен а сейчас новость этой недели от которой даже я охренел blizzard начинает выпускать игры на пк в стим впервые в истории овервотч 2 появится в сервисе вал в августе да естественно это все будет через привязку к аккаунту battle.net но до компания blizzard вслед за своим более успешным напарником активижен идет в стим а куда ей блин деваться официальное заявление blizzard по мере того как blizzard развивается как студия внутри и снаружи одна из идей побуждающих нас двигаться вперед это встреча с игроками по всему миру где бы они ни находились и максимальное упрощение доступа к нашим играм и игра в них мы хотим дать каждому шанс испытать наши вселенные со старыми друзьями завести новых независимо от того как они хотят играть это кстати прекрасная возможность знаете приоткрывается заново лазеечка для всех людей которые хотят покупать игры активижен blizzard в тех регионах из которых компания blizzard ушла ну технически в россии беларуси вы купить игры активижен blizzard не можете многие люди переезжают виртуально в казахстан или там в турцию а там то эти игры доступны там ты их спокойно покупаешь они привязываются к твоему аккаунту battle.net но запускаются через стим все нормально все работает микроплатежи проходит бобби котик счастлив вертелу на своем маленьком члене все эти санкции и конечно же уход из китая но blizzard ушла из китая а сейчас китайские пользователи заново смогут покупать игры активижен blizzard заново могут активировать свои подписки и не нужен им больше никакой партнер типа нет из китайцы давно знают как пользоваться международной версии steam в любом случае да компания blizzard идет в стим здесь с одной стороны можно сказать ну тогда это логично в рамках политики microsoft которые продвигают идею доступности своих игр где только можно особенно на пк которые с радостью выпускает проект от своих внутренних студий в стиме и соответственно намекает активижен blizzard что ну ребята ну полностью уже идите к хабену ну куда вы денетесь но здесь есть еще один момент и связан он с деньгами и с тем что у компании blizzard в последнее время дела идут не самым лучшим образом несмотря на чрезвычайно успешный запуск diablo 4 к слову о денежках которые на самом-то деле и определяют будущую политику компании microsoft компания активижен blizzard выкатила финансовый отчет в котором показано что 10 миллионов опробовали diablo 4 в овервотч стали меньше донатить о боже мой игру издают в steam вероятно там люди начнут донатить больше и этот финансовый отчет демонстрирует что blizzard заработала очень много но естественно diablo 4 вышло 666 миллионов долларов они заработали только за пять дней естественно потом сумма это немного подросла соответственно blizzard пока продается сейчас diablo 4 зарабатывает очень много но при этом аудитория то не выросла аудитория еще упала в прошлом квартале было 27 миллионов а сейчас аудитория 26 миллионов то есть одновременно с тем что миллионы людей пришли в diablo 4 примерно такое же количество ушло из других игр blizzard а так быть не должно именно поэтому компания blizzard теперь будет издавать свои игры в steam вероятно с подачи microsoft но это еще не все также стало известно что определяющие платформы для call of duty те платформы которые приносят компании division blizzard больше всего денег это раз мобилки ну естественно там есть call of duty мобайл и естественно компания tencent делится своей прибылью это два писи то есть даже писи даже в условиях когда игры продавались в battle нэте все равно приносили больше денег чем xbox плюс playstation вместе взяты естественно компания microsoft заинтересована в этих двух первых платформах в мобилках и в персональных компьютерах а если ты хочешь быть на писи то естественно ты должен быть в стиме потому что стим это определяющая платформа тебя нет стиме тебя не видят тебя не покупают только через стим ты можешь получить какое-то внимание аудитории все остальные платформы это не более чем лончеры для запуска каких-то там продуктиков если у тебя свой лончер туда у тебя есть своя аудитория а если ты выходишь стим то к твоему проекту приобщается еще и аудитория стима которая не будет искать специализированный лончер поэтому неудивительно что компании испытывающие проблемы с популярностью своих проектов с финансовой составляющей выходят стим или выходят стим впервые как blizzard ну или в том или ином формате в этот стим возвращаются как сделала многострадальная ubisoft и так на смартфонах компании activision blizzard заработала 1 и 9 миллиарда долларов на пк 1 и 25 миллиарда долларов а на соснули ой на консолях 1 и 19 миллиарда долларов но это две консоли а пк 1 я это еще раз повторю я просто люблю дразнить консольщиков кроме этого еще одна новость сделка microsoft sony касается только call of duty джим райн не сражался за другие бренды да там был вариант что на playstation будут выходить все игры все бренды activision blizzard до 2027 года либо вариант что на playstation в течение следующих десяти лет будет выходить call of duty но это тоже абсолютно логичное решение компании sony которая кстати сначала отказывалась от подобного предложения но когда стало понятно что покупка activision blizzard microsoft там неизбежно джим райн вспомнил тему про нас не так поняли ты меня не так понял мы согласны на сделку по поводу выхода call of duty на playstation в течение ближайших 10 лет в общем это показатель того что основной бренд activision близок на консолях это call of duty такой стороны какие еще бренды у activision есть которые могут определить консольную гонку а blizzard это в первую очередь пк-шная компания которая работает на пк и которая основную свою прибыль получает с пк там diablo 4 в европе сколько 66 процентов копий на пк было продано все нормально blizzard знает свою аудиторию вот этих вот задротов из подвалов с пузатыми мониторами и табуреткой за 2 рубля именно так все пк-шники и играют ну это я так чтобы консольщики не сильно плакали которые смотрят наш ролик в общем playstation согласилась на эту сделку деваться здесь playstation некуда а microsoft проявила последовательность своих заявлениях что да если сделка закроется то call of duty останется доступен везде мы не собираемся его быстро делать эксклюзивом мы хотим расширить аудиторию call of duty чтобы call of duty была в каждом доме таким образом при помощи activision blizzard компания microsoft по сути начинает экспансию теперь надпись microsoft studios будет и на нинтендо и на playstation естественно пк и на иксбоксе теперь microsoft на самом деле будет везде а и в том числе на мобильных устройствах потому что подразделение king тоже переходит под контроль microsoft и candy crash saga и прочие ответвления тоже будут встречать пользователя изначально логотипом microsoft studios компания microsoft последовательно идет глобальному доминированию и это очень опасно для playstation компания sony как в общем-то и нинтендо делает свою звезду смерти свою платформу свои игры никому не отдам компания нинтендо правда не делает никакой звезду смерти она скорее делает дирижабль и microsoft и нинтендо периодически переспрашивают друг друга ты видел этот дирижабль я что-то не вижу дирижабля я тоже не вижу дирижабля никто не знает где там плавает компания нинтендо но тем не менее это все еще одна из центральных игровых платформ компания нинтендо делает роботоки годиллу которая спокойно сидит на верху какой-нибудь фудиямы нюхает цветочки периодически спускается и разносит всю индустрию до нинтендо это вообще отдельная вселенная sony делает свою звезду смерти у sony конечно есть ответвление от этой звезды смерти типа выхода игр на пк через года два три типа выход игр сервисов до типа выход игр сервисов везде это вторая часть десанта но так или иначе вот это основа основ вот эти главные эксклюзивы playstation они выходят только на playstation в начале и призваны продвигать playstation компания sony вот от этой своей мега базы не отказывается а вот компании microsoft какая-то тема ну я скажу странная вот фил спенсер руководит иксбоксом уже сколько лет 10 9 он 2014 году к власти пришел и все его движение они вот куда-то туда куда-то вот далеко куда-то вот что-то глобальное что-то очень большое игры всем и каждому и пусть никто не идет обиженным да и облачные технологии в каждый дом что-то не прокатывает геймпас в каждой дырке прокатывает нет особо не прокатывает xbox это не совсем конкурент playstation это конкурент amazon и google с его стадия сраный ты фил харрисон ну нельзя же так демонстративно со своей стадии обделываться елы-палы мог бы пожить со своим сервисом еще месяц-другой блин не было проблем с британскими антимонопольщиками то есть когда мы смотрим на заявление филоспенсера мы видим такое вот что-то большое что-то очень значимое но в этой ситуации мне кажется глупо все ставить на зеро глупо все сводить в одну точку нельзя делать из иксбокса какую-то главную движущую силу от будущего который зависит все и особенно что смысла в этом теперь-то нет потому что люди играют большей частью на смартфонах на пк люди хотят чтобы игры были доступны абсолютно везде перед филом спенсером уже не стоит задача продвигать конкретно иксбокс если вы обратили внимание согласно тексту новостей которые мы вам зачитали определяющие платформы для филоспенсера это мобилки но пока прежде всего потому что именно пользователям пока предлагается самый дешевый самый полный сервиса геймпаса но в том плане что все игры сервиса геймпас доступны все игры сервиса electronic arts play доступны мультиплеер у вас и так бесплатный был плюс pc эксклюзивы тоже в этот сервис добавляются это раз пользователи pc любят пользоваться стимом пожалуйста игры даже от blizzard будут появляться наконец-то в стиме фил спенсер все делает для того чтобы люди покупали его игры на пк в первую очередь в жопу эксклюзивность в жопу продвижение какого-то своего отдельного сервиса они там пытались продавать игры через microsoft store кажется купили bethesda с ее лончером закрыли его все игры bethesda появились стиме уже готовится закрывать сделку с activision blizzard и игры activision blizzard появляются в стиме фил спенсер все делает для пользователей пк в то же время пользователи xbox а ходят ну такие слегка опечалены хочешь получить полный сервис xbox game pass покупай xbox game pass ultimate который стоит чуть ли не в два раза дороже чем на pc игры от sony который нет нет да выходит стиме хрена с 2 плюс к этому что касается конкретно региона россии и беларуси тем консоли которые вводятся по параллельному импорту могут тебе показать фигу опять же в любой момент и и превратиться в тыкву и потом ты ахайся с этими dns какими-то протоколами прописывай переписывай включая vpn выключая vpn возможно получится а возможно не получится поэтому лучшие платформы для людей которые хотят играть в игры от microsoft а это уже не маленькая коллекция и не маленькое количество студий в определенный момент они наверное все таки начнут выстреливать мы про это говорим про это говорим который год этот прогноз все не срабатывает но сейчас то мы впрочем это уже тоже не раз говорили сейчас то у филоспенсора и все получится именно поэтому лучшей платформой для тех людей которые хотят играть в игры от microsoft является персональный компьютер конечно там кстати еще будут моды с фанатской озвучкой и фанатским переводом старфилда на русский язык которого на релизе в игре не будет да если уж закончится с ассоциациями ну допустим playstation строит звезду смерти компания nintendo на своем дирижабле где-то там летает и никто не видел давным-давно но она определенно есть и иногда какие-то радуги там что-то висели кто-то грибочков объелся что-то там происходит из этой удивительной страны доносятся потрясающие вести эти игры мы бесконечно любят все же это не часть а скорее ответвление такой глобальной игровой индустрии в это время компания microsoft делает что правильно макдональдсы и устанавливает их куда только может дотянуться теперь у нее для этого есть куда больше возможностей теперь у нее есть передовые игровые студии теперь у нее тысячи человек теперь она купила хорошо налаженный цех по созданию игр бобби котик этот конвейер настраивал последние лет 20 у него все прекрасно получилось теперь он конечно может всех вертеть на своем маленьком члене мы просто не знаем с какими мыслями он будет подписывать этот финальный документ продавая activision blizzard microsoft возможно это ха-ха-ха теперь дальше вы сами маетесь или же он может теперь я все это возглавлю определенно какой-то хитрый план у этого дядьки есть то есть теперь у компании microsoft будет крупнейший игровой издатель на западе крупнейший игровой издатель который умеет делать игры умеет их делать вовремя умеет их пиарить умеет их продавать а большего-то microsoft и не надо и плевать где эти игры продавать на xbox на playstation а пока на нинтендо главное продавать и на этом дорогие друзья у нас на сегодня все покупайте персональные компьютеры забудьте о приобретении xbox а xbox не нужен фил спенсер это доказал в пень playstation вполне справляется с запуском call of duty нинтендо будет справляться запуском call of duty все игры от microsoft будут естественно на pc с лучшим предложением по сервису xbox game pass из возможных так что pc прежде всего спасибо компании microsoft за это так что дорогие друзья поддержите этот ролик лайком подписывайтесь на канал ну и если хотите можете стать нашим спонсором через бусти спонсору или напрямую через youtube мы за это вам скажем только при омега громаднейшие спасибо и дальше будем работать никакой эксклюзивной информации вам не достанется потому что информация должна быть доступна всем бесплатно как думаешь сколько соберет обзор финалки просмотров я бы поставил на 150 тысяч у нас финалка не популярна ну это да нахера проходить вообще не понимаю надо же обзоры делать ну надо так надо нормальных игр делать возьми меня в подземелье а мне как раз подарили на медней игру как это я буду подчиняться тебе моя госпожа называется просто возьми меня в подземелье внезапно возьми меня в подземелье да или возьми меня в подземелье very different там по разному бывает там такое я очень хочу сделать обзор этой игры но она такая своеобразная именно из-за того что по сути это весьма толковенький пустить чутка казуальники клона слой за спай слой за спай это один из лучших карточных рогаликов в принципе ever made если вы хотите какие хорошие коллекционную карточную игру слой за спай вам больше ничего не надо по это шпиль до типа срежь уничтожь шпиль но ты поднимаешься поднимаешься там получается вот эта игра про данжен этого ванзи шпиль миша ну подземелье 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 это то что под землей пойми и там ты как нормальный японский школьник естественно попадаешь в другой мир на тебя набегает гоблин но внезапно перед тобой мелькают белые труселя такой господи чьи это труселя а это оказывается девочка рыцарь которая сражается с этим самым гоблином и говорит теперь я буду всегда с тобой я помогу тебе вернусь да и плюс к этому она говорит что у нее тоже есть большой интерес в этом подземелье там то ли сестру спасти при помощи эликсира плевать там в общем сюжет люди писали ну на уровне какого-то порнофильма ну вот где-то фантазии давай будем честны и ты идешь не в подземелье думаешь ну вот слой за спая там бросаешь карточки убиваешь врагов то мини бося все доходишь до первого босса и внезапно проигрываешь ему типичная ситуация потому что это рок-лайт то есть здесь ты не просто умираешь начинаешь сначала но кое-что ты забираешь с собой и прокачиваешься здесь можно прокачивать карты менять карты покупать карты усиливать карты но вот меня что называется победил босс не меня потому что главный герой просто стоит в стороне такой происходит и смотрит как сражается девочка босс ее один раз так шлеп одежду сорвал бух нижнее белье сорвал потом как бы ее побеждает и дальше начинается сценка и ты такой там и и в рот и не в рот там и там и по-разному ну вот она такая ты такой смотришь за всем этим что происходит и тебя выбрасывают из этого подземелья да ты смотришь на нее она горит я должна спасти сестру и и вы заново начинаете штурм это какая целеустремленная девочка она идет вперед бах там есть еще помимо сражений с монстрами какие-то случайные события и внезапно господи слизь и это слизь на нее набрасывается а слизь как и во всех японских анимешках разъедает только одежду но не плоть и эта слизь начинает каким-то странным образом эту и но она говорит я должна спасти сестру несколько раз раз обломав свой меч а босса естественно ос не повторяет это вот все наконец прокачавшись побеждает этого босса возвращаетесь там в таверну но нашего главного героя внезапно слизь с этого главного босса забрызгала и он чувствует какой-то странный вот что-то горит вот он просто что-то хочет и девочка падает на колени перед ним и помогает ему расслабиться и все это естественно визуализируется награда находит героя и вот ты играешь в этой думаешь блин вот в этом направлении и нужно было идти создателем черной книги а то сказка сюжет до дома вы больше бы собрали на продажах я вас уверяю конечно так вот куда мы катимся какой бред вообще зачем нам обзор этого объясни их но мы по сути то его уже сделали вот но тем не менее да это хорошо что я не использовал ни одной картинки из данного произведения там бы тебя забанили но есть в этой игре и специальная настройка если хотите вы можете дать эту игру поиграть детям потому что это все еще нормальный такой казуальный карточный рогалик просто ставите галочку и всех этих сцен ради которых в общем-то эту игру и покупают в ней не будет ну слайз и спай там вообще никакого сюжета нет поэтому люди играют 60 баксов а зато сколько удовольствия лучше я еще подушнюсь в альянс дары десант чуть-чуть подушнюсь пока меня на окончательно не задушнет ну ладно начинаем раз два три и